Всем добрый вечер! Спасибо большое, что сегодня пришли на нашу курилку. И моя фундаментальная институция называется Институт Астрономии Российской Академии Наук. И я думаю, что о нем никто в этом зале не слышал, кроме тех, кто со мной лично знаком здесь. Мы занимаемся очень многими вещами. В Институте Астрономии есть отдел астрофизики, есть отдел небесной механики. Вот я как раз из небесной механики к вам сюда прилетела. И сегодня наша тема в первой курилке это миссия Розетта в погоне за кометой. Да, меня зовут Екатерина, я младший научный сотрудник и аспирант собственно Института Астрономии. Почему такой интерес к кометам? Комет вообще любая космическая миссия, какая бы это ни была, к астероиду, комете, околоземная, планетарная и так далее, это всегда огромные деньги. Что бы вы ни делали, как бы вы ни старались сэкономить, это запуск, это разработка, это само производство космического аппарата, это всегда очень большие средства. Это всегда очень долго, начиная с научно-исследовательской работы, заканчивая уже непосредственно обработкой полученных данных, это годы и годы. Вот, например, на ту же миссию Розетта ушло порядка 14 лет. Так зачем это все делается? Ну, про планетарные миссии, околоземные и прочее мы сегодня говорить не будем. У нас конкретный вопрос, зачем исследовать кометы. Самый первый фундаментальный вопрос, который лежит, на который могут ответить, собственно, кометы, это вопрос состава первопервичной солнечной системы. Состав, строение, элементы, которые там были. Представьте, что вот мы на 4,5 миллиарда лет унесемся назад. У нас есть газопылевое облако, газопылевое, соответственно, там газ и пыль, логично, да, мы умные люди, можем определить это. Газ какой? Там есть водород, там есть гелий, вот то самое первое, с чего все начиналось. И частички газа и пыли начинают слепаться, начинают слепаться, в центре образуется... Не показывает, да? Не показывает? Ладно, не показывает. Но все видят, что в центре образуется звезда. В самом-самом центре большой шарик, который взрывается. То есть момент образования звезды это большой взрыв. Не тот, который большой взрыв, а другой большой взрыв, который вот звезду образует. И, соответственно, когда этот большой взрыв происходит, идет взрывная волна, такая хорошая, очень мощная, и весь оставшийся практически газ и вся оставшаяся пыль отметается куда? На границу Солнечной системы. Именно в те места, где сейчас находятся кометы короткопериодичные и кометы долгопериодичные. То есть кометы — это то самое вещество, которое осталось с формирования Солнечной системы. Вот такая фундаментальная загадка, фундаментальный вопрос, что вопрос, из чего была сделана первичная Солнечная система, на него можно ответить при помощи исследования комет. Вопрос номер раз. Вторая загадка. Вода на Земле. Опять же, когда Земля сама формировалась, сама планета, когда все планеты только формировались, они все были довольно горячие, и вода в жидком виде не могла там на них остаться. Соответственно, на этот счет есть три теории. Первая теория — это то, что из силикатных соединений выделились молекулы водорода при нагреве, и так появилась первая основа последующей атмосферы земной. Вторая теория, самая популярная, — это как раз-таки то, что вода на Землю была занесена вместе с кометами. Точно так же вода и органическая жизнь, между прочим, тоже могла органические первые соединения, тоже были занесены с кометами. Дело в том, что в эпоху формирования Земли и вообще более-менее адекватного формирования Солнечной системы кометы прилетали не так, что раз в 4 тысячи лет все счастливы, вау, она прилетела. Они бомбили Землю каждый день по много-много-много, очень часто и очень много. Их было очень много, они были очень большие. Поэтому это даже назвали эпохой астероидно-кометной бомбардировки. И вот в это время, вот в этот промежуток формирования Солнечной системы и Земли как раз-таки могла быть занесена на Землю и вода, и могли быть занесены первые органические соединения. Ну и третья теория, это именно формирование, появление воды на Земле, это то, что вода на Земле была занесена с космической пылью. Дело в том, что наша Солнечная система, ну и все планеты, они окружены очень большим количеством пыли. Космическая пыль, она есть везде, она даже в этой комнате. Моя любимая шутка, если вы не очень любите убираться, вы говорите, что у вас в комнате космическая пыль, и все, никаких вопросов. И эта космическая пыль постоянно бомбардируется частичками из космоса, космического излучения. Получается, что тяжелые заряженные частички могут выбить, изменить молекулярную структуру пыли так, что на ней выделится водород тоже, и все это потихонечку осядет на Землю. Вот три теории, и самое популярное, как я уже сказала, это именно то, что вода была занесена вместе с кометами. Соответственно, причина изучать кометы номер два, это ответить на вопрос, действительно ли вода и органические вещества, первое, занесены на Землю вместе с кометным веществом. И, наконец, причина номер три, она более такая коммерческая. Сейчас очень многие думают о том, как бы полететь подальше от Земли. Для того, чтобы полететь подальше от Земли, нужно хорошенько разогнаться. Для того, чтобы хорошенько разогнаться, нужно много топлива. Не так давно, я не помню точно, кто эти люди были, но было проведено достаточно неплохое исследование о том, как получить топливо из воды, как там расщеплять воду на молекулы и так далее, получать энергию из этого. И вот где взять в космосе воду и соединение водорода, это кометы. То есть кометы, кометное вещество, может совершенно спокойно служить как топливо, как источник энергии для будущих межпланетных и межзвездных, может быть, межгалактических миссий. Так что три вещи, которые обосновывают сейчас изучение комет, полеты к кометам. Конечно, сейчас больше акцентируют внимание именно на ответы на фундаментальные вопросы, откуда появилась вода на Земле, органические соединения на Земле и первичный состав Солнечной системы. Это третье, это так, немножко так примазалось. Но между тем, все равно, я думаю, что в ближайшие десятилетия она станет очень и очень важной. Небольшой ликбез вообще по кометам. Комета — это малое тело Солнечной системы, вращается по орбитам вокруг Солнца. И сейчас последние исследования говорят о том, что комет на самом деле гораздо больше, чем мы привыкли думать. Как определить комету? Как вообще заметить комету? По хвосту. Первое, что почему определяет комету, это появившийся хвост. Комета — это вещество изо льда. Она не обязательно изо льда водяного. Это могут быть другие какие-то газы или вещества. Но главное, что она пористая. И когда она подходит к Солнцу, Солнце ее разогревает, она начинает испаряться. Вот это испарение — это и есть хвост. Хвост кометы. Кстати, кто увидел фотографию интересной кометы, у них хвост всегда направлен от Солнца. Не по направлению движения кометы, а от Солнца. Потому что Солнце как раз-таки сдувает вот это вещество. Когда, как только у тела появился вот такой хвост, все, значит, это комета. Но последние исследования говорят, что очень много вот таких вот кусочков льда, на которых очень толстый слой космической пыли вообще летает в Солнечной системе. И этот толстый слой космической пыли просто не позволяет возможным кометам выпустить свои хвосты. Нет хвоста, мы не можем определить, что это комета. Для нас это просто кусок пыли, кусок камня, похожий на астероид. Так что вот возможно, что комет действительно гораздо больше, чем мы себе представляли. Комета состоит обычно из трех частей. В самом центре кометы находится ядро кометное. Это вот тот самый кусочек льда с пылью смешанной. Вокруг кометы есть какая-то атмосфера, которая называется Кумой. И, наконец, когда уже она проходит близко к Солнцу, у нее образуется такой красивый яркий хвост. Кометы различают короткопериодические и долгопериодические. Короткопериодические, вот яркий пример, это комета Галлея придет к нам, на самом деле, не очень через какое-то небольшое количество времени. Она подходит к Земле раз в 75 лет. При этом она доходит до орбиты Нептуна и возвращается к нам. Вот она по такой длинной, вытянутой орбите движется. Долгопериодическая комета Хейла Боппа, она была сфотографирована в 97-м году. Это вот первый раз, когда ее увидели. Первый раз, когда увидели, что вот у нее хвост такой прекрасный появился. И вернется она к нам только к 4390-му. Это комета долгопериодическая. Откуда они приходят? Кометы короткопериодические приходят к нам из пояса Койпера. Пояс Койпера, он находится за границей Нептуна. Это примерно 30 астрономических единиц за границей орбиты Нептуна. И там как раз находятся и Плутон, и его друзья Маки-Маки и прочие планеты-карлики. И огромное количество вот таких вот кометных тел. Помним, да, вот эту теорию, то, что в центре была звезда, звезда сдувала все легкие элементы на границу, на окраины Солнечной системы. И вот пояс Койпера, и дальше облако Орта. Облако Орта — это гипотетическое облако из кометных тел, из кометных вот таких вот кусочков льда, которые находятся уже реально на границе Солнечной системы. Такое маленькое отступление. Граница Солнечной системы — это не Плутон и не пояс Койпера. Граница Солнечной системы — это место, где заканчивается гравитационное влияние Солнца. То есть это где-то 50 тысяч-100 тысяч астрономических единиц. Если пояс Койпера — это 50 астрономических единиц, то облако Орта — это 50 тысяч астрономических единиц. Вот оттуда тоже могут, по теории, приходить кометы. И вот как раз-таки оттуда, по гипотезам, приходят долгопериодические кометы. Кстати, есть одна интересная теория о существовании у нашего Солнца, например, парной звезды или чего-то там, которая на границе Солнечной системы летает. Якобы что-то должно возмущать вот это облако Орта, вот эти кометы, вот эти ядра, которые там находятся, чтобы они оттуда вылетели. Ну вот очередное косвенное доказательство того, что действительно там что-то есть. Из облака Орта как раз прилетают долгопериодические кометы. Это занимает тысячи лет. Вот, например, примерная орбита кометы. Вот красным, если видно, как-то так они летают. И если вернуться с самых-самых-самых дальних границ Солнечной системы прямо к центру, есть еще семейство околосолнечных комет. Это кометы, у которых перегеи орбиты перед центром, это самая близкая точка орбиты к Солнцу, она расположена на расстоянии, ну там, сотни километров, то есть очень мало по космическим масштабам. Это фотографии космического аппарата СОХО. Он летает уже больше 20 лет, смотрит на Солнце. Вот в серединке то, что закрыто красным диском, это Солнце. У него специально так сделан телескоп, что Солнце закрывается, он исследует Солнечную корону и окрестности Солнца, что там летает. У него очень большой архив фотографий, и они на самом деле ищут добровольцев, чтобы искать кометы на этих фотографиях, чтобы искать, исследовать и посылать там в центр малых планет и так далее, чтобы их фиксировали как-то. Околосолнечные кометы, вот здесь эти маленькие вспышечки, это они. На синей фотографии это фотография последних моментов жизни кометы Айзон, которая подошла к Солнцу, и Солнечная гравитация ее разорвала на вот такой вот массив отдельных кусочков льда, которые потом поочередно все сгорели. Вот так происходит смерть кометы. Немножко грустненько. И помимо всего этого, помимо пояса Койпера, помимо облака Орта, помимо околосолнечных орбит, есть еще кометы, которые летают достаточно близко к определенным планетам. Такие у них траектории. И вот, например, комета Чурюмова-Герасименко. Та самая, о которой сегодня в дальнейшем пойдет речь. Это комета, вообще семейство комет Юпитера, около юпитерианских. Юпитер — это самая большая планета Солнечной системы, и у него есть достаточно большое количество и астероидов, и комет, которые постоянно следуют за ним по орбите. Вот комета Чурюмова-Герасименко. Она короткопериодическая. У нее период обращения 6 лет 7 месяцев. И масса где-то 10 миллиардов тонн, вот по последним оценкам. Это первая комета, которую удалось вот так сфотографировать. Как это получилось? Я думаю, кто-то уже знает эту историю. Если кто-то не знает, то все очень круто, потому что сейчас я буду ее рассказывать. Вот так началась история кометы Чурюмова-Герасименко. Это фотопластинки. Причем фотопластинки 1969 года, полученные на обсерватории в Алма-Ате Климом Чурюмовым и Светланой Герасименко. 1969 год. Открою секрет, вот такие фотопластинки, они лежат в архивах обсерваторий и институтов там с XIX века. В чем прикол? Вот, например, комета Чурюмова-Герасименко, ее не искали на этих фотопластинках. Она была обнаружена случайно. Это фотопластинки наблюдения совершенно другого тела. Даже сейчас на старых фотопластинках, на старых фотографиях, на старых материалах, когда их оцифровывают, пересматривают, иногда периодически находят что-то, что не заметили тогда. И получается, что вот смотрели на одно тело, а потом через несколько лет нашли совершенно другое, совершенно случайно новый объект, посмотрели, да, действительно что-то новое. То же самое получилось с кометой Чурюмова-Герасименко. Ее не искали, точнее специализировано, но ее благодаря вот таким вот архивным съемкам ее нашли. Вот так она выглядела в 1969 году. Это вот точечка, которую в стрелке показывают. Это вот Клим Чурюмов и Светлана Герасименко работают на фотопластинках, подписывают вот на обсерватории, что они увидели. Это Клим Чурюмов уже в современности. Он в 2016 году, он, к сожалению, практически сразу по окончании миссии «Розетта» умер. Он дождался вот окончания этой грандиозной миссии. Я думаю, что это было величайшее счастье для него. И, к сожалению, уже до наших дней он не дожил. И Светлана Герасименко вот, собственно, с моделью «Розетты». Так они выглядят сейчас. Да, Светлане сейчас 73 года, она здравствует. У нее все замечательно. Почему выбрали название «Розетта»? Вообще «Розетта-стоун» или «Розеттский камень» это камень, который в XVIII веке нашли. Я не помню, где. Но идея у него... Интересный момент в том, что на нем на трех сторонах было написано достаточно много всего иероглифами. Три текста. Один на древнеегипетском языке, один дематическим письмом и на древнегреческом. И благодаря вот этому камню Жанну Франсуа Шампальону удалось расшифровать древнеегипетские иероглифы. То есть камень, который позволил разгадать загадку древнеегипетских иероглифов. На этой же, основываясь на этой идее, назвали миссию «Розетта». Это якобы миссия «Розетта», сможет, отправившись к комете, открыть какие-то тайны Солнечной системы. Поэтому такое название выбрали. Поэтому она «Розетта». Запустили миссию «Розетта» 4 марта 2004 года. Это Европейское космическое агентство. Ракета «Атлас-5» стартовала. И вот здесь начинается интересный момент. Как догнать комету? Комета двигается... Комета Чурёмова-Герасименко двигается со скоростью 18 км в секунду. На околоземную орбиту мы выходим с первой космической скоростью. Это округляя 8 км в секунду. То есть нам нужно 10 км в секунду как-то набрать. Что для этого нужно сделать? Можно разгоняться своим топливом. Но это будет очень долго, очень дорого. И в итоге нам его не хватит. Можно пользоваться уже проверенным способом. Способом, которым пользуются все межпланетные миссии, это гравитационный манёвр вокруг каких-то больших тел. Самое близкое тело к «Розетте» на момент запуска — это Земля. Все практически межпланетные миссии к астероидам и так далее, они все начинаются с того, что аппарат летит вокруг Земли, облетает её и за счёт этого набирает какую-то скорость. Называется гравитационным манёвром. Это первый этап миссии «Розетта». Стартовал 2 марта 2004-го. Вот первый этап, он называемый «гравити ассест», это первый гравитационный манёвр. На облёт всей Земли обычно уходит около года. То есть первый год ушёл у миссии «Розетта» на то, чтобы облететь Землю и за счёт гравитационного притяжения Земли набрать какую-то скорость. Сама траектория выглядела вот так. То есть это все 10 лет перелёта от Земли к амете. Зачем столько витков? Всё то же самое, чтобы набрать вот эту разницу, покрыть в 10 км в секунду. «Розетта» совершала гравитационный манёвр у Земли, у Марса, ещё раз у Земли, ещё раз у Земли, и за счёт этого уже смогла набрать свои 18 км в секунду. После первого гравитационного манёвра стало ясно, что поддерживать аппарат постоянно вот в этом состоянии полной боевой готовности не имеет смысла. И «Розетта» ушла на 10 лет в режим гибернации, в режим сна. По истечении этих 10 лет, на самом деле, учёные, сами исследователи, они уже не очень верили, что у них получится её запустить. И когда «Розетта» не дала, не подала сигнала в жизни, то есть они послали сигнал включения, она не подала первые там несколько минут, они очень думали, блин, ну ладно, окей, всё, не получилось. А потом она ответила. И вот это лица людей, которые принимают сигнал с «Розетты» первый раз через 10 лет с момента запуска миссии. Ну, да, они были рады. Вот, кстати, первый верхний слайд — это кадр из мультфильма «Розетта». Можете его погуглить, он очень-очень милый, очень красивый мультик, посмотрите, прям замечательный. И вот спустя 10 лет «Розетта» догоняет свой камень. Как происходит вообще навигация этого дела? Когда вы летите по орбите, когда ещё вот здесь вот, вы контролируете аппарат с Земли. То есть вы знаете, где аппарат, его можно даже в телескопы найти как-то, то есть если знать, куда смотреть, у вас хороший инструмент. Но когда вы уже приближаетесь к камню, здесь включаются исключительно навигационные способности самого космического аппарата. Навигация околокометная, она осуществляется собственными средствами аппарата. Потому что вы просто, вы такую точность не покроете средствами с Земли. Во-первых, у вас очень большая задержка во времени, пока сигнал дойдёт до кометы и пока он дойдёт обратно. Во-вторых, у вас нет такой точности. И вот это первые фотографии как раз-таки кометы Чурюмова-Герасименко. Это комета, которую лучше всего на данный момент удалось сфотографировать. Кто-то говорит, что она напоминает гантель, кто-то говорит, что она напоминает резиновую уточку. Но если смотреть сверху, на самом деле, на других фотографиях, там реально уточка. Кто-то говорит, что она там ещё что-то ему напоминает. То есть здесь можно включить фантазию, посмотреть с разных сторон и действительно разное что-то увидеть. И на самом деле это предмет спора достаточно большого количества учёных, что же, почему она вот такой формы. Она слиплась из двух частей? Или она за счёт своего движения потихонечку вот из центра всё это вытерлось какими-то силами? До сих пор не могут на этот вопрос точно ответить. Скорее всего, это именно два тела, которые в процессе эволюции, в процессе движения кометы по космическому пространству просто вот так вот вместе слиплись. Космический аппарат «Розетта» вышел на орбиту около 100 километров над поверхностью «Розетты». И это снимки, которые были получены. Большое количество пыли, очень неровная поверхность, большое количество разных маленьких камней, включений и так далее. Вот это вот чуть поближе. И вот куда-то сюда, на такую поверхность, предстояло посадить спускаемый модуль. То есть «Розетта» ладно, «Розетта» долетела, но это модуль орбитальный. То есть она может смотреть, она может крутиться, она может анализировать спектр, который идёт от кометы, от поверхности. Она может анализировать атмосферу кометы, потому что на момент приближения, на момент изучения комета была достаточно близко к Солнцу. То есть у неё ещё не было мощного хвоста, но атмосфера кометы была. То есть её можно было как-то исследовать. Но побурить и посмотреть, а что же там внутри, конечно, орбитальный модуль не может. Поэтому, что нужно сделать? Нужно взять какой-то маленький спускаемый аппарат, посадить его на комету. И вот этот спускаемый аппарат, он назывался «Филы». Сейчас к нему перейдём. Да, как раз «Розетта» заметила то, что между двумя частями вот этой гантели идёт такая конкретная трещина. То есть комета — это комета Черёмова-Герасименко, она ещё и треснута. Полетели, блин, к комете, столько денег она там с трещиной. Вот. Да, это комета Черёмова-Герасименко, которая упала на Манхэттен. Шутка, это фотошоп. Вот он, самый маленький модуль «Филы». Тот самый. Это небольшая коробочка, в которую были вложены гигантские средства. У неё было всё. У неё был и интерферометр, и спектрометр, и она смотрела, и ещё что-то там, и так далее. В общем, она мерила всё, что только можно. И посадка, на самом деле, была очень драматичной. Вот так её спустили. Вот это первая верхняя фотография, это как раз-таки с Розетты фото на этот спускаемый модуль «Филы». Вот это модуль «Филы», который летит уже в полёте. То есть где-то с высоты 100 километров у вас спускается модуль. У него есть свои маленькие двигатели, но они очень маленькие тут, как, не знаю, как лапки. То есть вы не можете им ничего сделать, вы можете им только чуть-чуть подкорректировать движение. И у вас есть гарпунчики. То есть сверху у вас двигатель, который, собственно, двигает этот аппарат, прижимает его к поверхности кометы, потому что у кометы есть гравитация, но она очень маленькая, очень низкая. То есть вам нужен аппарат туда прижать немножко. У вас есть гарпунчики три, которыми планировалось зацепиться за поверхность кометы, и, в общем, не получилось у них с первого раза. Во-первых, что помешало? Все-таки помним, что аппарат сейчас находится на автономном своем собственном измерении. Он сам измеряет, сколько до поверхности кометы, куда ему точно сесть, как ему точно нужно расположиться. Более того, поверхность кометы, но мы видели в фотографии, найти там ровное место, это практически нереально. В итоге было выбрано место, относительно ровное, на поверхности кометы. Важным было еще то, что филы — это спускаемый модуль, который тоже работает на солнечной энергии. То есть он должен хорошо освещаться большую количество времени. А комета Червого Грессименко, она тоже вращается. Ну, практически все тела у нас в космосе вращаются еще вокруг своей оси. В итоге филы не зацепился с первой попытки. Он упал, ну, сел, как нужно было, не зацепился, проскакал его до второго места, где он тоже попытался зацепиться, не зацепился, проскакал до третьего, и там, по-моему, двумя гарпунами из трех он смог зацепиться все-таки, встал. Но это уже было не выбранное место посадки. Это было место посадки, которое находилось достаточно далеко от первоначального. Оно было более теневое. И из-за этого через какое-то время комета повернулась, и модуль оказался в тени. Когда он в тени, он не может подпитываться солнечным светом, он довольно быстро сел, но какие-то данные все-таки он получить смог. Да, вот здесь вот, вот вон он там, он оказался под таким куском кометы, под валуном, который перекрывал, в общем, весь солнечный свет, который должен был снабжать энергией этот модуль. Вот так вот немножко грустно вышло. Что увидел модуль Филы? Модуль Филы покопался, порылся, пока у него еще была энергия, и увидел, что в составе кометы, ну, как минимум, на поверхности кометы, то есть совсем туда в центр он не пробуривался, там примерно 2 километра этой кометы в диаметре, примерно вот такое соотношение веществ, как на диаграмме, и молекулы 16 органических соединений. Это угарный газ, углекислый газ, метилизационат, ацетон, пропаналь и ацетамид. Я не знаю половину этих слов, может, вы знаете. По дальнейшему анализу было подтверждено наличие молекулярного кислорода. То есть там очень интересный химический состав. Химический состав интересен еще тем, что вот из этого состояла первичная солнечная система. Опять возвращаясь к началу нашего моего вступления, вот именно из этих веществ, ну, не только из этих, конечно, но из этих частично, состояло то, что вот в самом начале там, из чего, собственно, мы потом произошли. Вот из них. И очень большое количество иния и льда, ну, и кометной пыли. На самом деле, очень такие результативные исследования. До сих пор продолжается обработка полученных данных, до сих пор идет там куча статей, уже написали, еще понапишут на эту тему. И я думаю, что это не последние данные, которые, не последние результаты, которые получены по результатам вот этой миссии. И в 2016 году стало ясно, что комета, собственно, начинает уходить от Солнца, начинает потихоньку удаляться. Соответственно, если комета удаляется от Солнца, то и Розетта тоже удаляется от Солнца, потому что она крутится вокруг кометы. А если космический аппарат уходит от Солнца, а у него основной источник его жизнедеятельности — это солнечные батареи, значит, собственно, аппарат ухана. Что было предпринято? Решили, что, ну, помирать так красиво и посадить, ну, разбить модуль, разбить вот этот орбитальный модуль у поверхности кометы. Почему его нельзя было посадить туда? Ну, посадка на Марс и посадка на Луну — это отдельная тема, очень сложная. Посадка на комету — это вообще что-то нереальное. Опять же, это аппарат, который работает исключительно вот в этих условиях, он работает сам по себе. Его не контролируют Земли, именно его относительно кометы положения. Сам все моделирует, сам все регулирует, сам летает. Поэтому он потихонечку спускался к комете понемногу. Снижение заняло вот 14 часов. И во время этого снижения аппарат тоже передавал фотографии, аппарат фотографировал, передал какие-то данные, все это исследовал. Вопрос, который иногда задают, почему с большого расстояния у орбитального модуля были зашибись, какие-то фотографии, очень четкие, очень красивые. А по мере приближения качество ухудшалось и ухудшалось. Это вот где-то с 10, наверное, километров вот такая вот фотография, может быть, я ошибаюсь. Дело в том, что все камеры орбитального модуля, они направлены на то, чтобы вот с большого расстояния сделать, сфокусироваться именно с большого расстояния. Поэтому когда аппарат приближался к космическому телу, он постепенно расфокусировался, расфокусировался и развыфокусировался. И 30 сентября космический аппарат «Розетта» завершила свое существование, разбившись о поверхность кометы Чурюмова-Герасименко. И так была завершена вот такая вот более чем 12-летняя миссия по исследованию кометы. Ну и какие можно сделать выводы? Исследовать кометы — это круто, это очень дорого, но это очень полезно. Это очень полезно, потому что мы отвечаем как минимум на два фундаментальных вопроса. Это строение первичной солнечной системы, и это вопросы образования жизни и вопросы появления воды на нашей родной планете Земля. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ